Добрый день! Сегодня наша тема – раздел совместно нажитого имущества после развода. Важно понимать несколько принципиальных вещей с точки зрения права относительно раздела имущества. Прежде всего, что под ним понимается. Если с супругами не был заключен брачный договор, то под имуществом, подлежащим разделу, понимаются все доходы и имущества, приобретенные за время нахождения обоих супругов в браке. Исключая личные предметы быта, под которыми обычно понимаются вещи, ежедневно используемые, типа бытового мыла, зубной щетки и прочие, не представляющие серьезные ценности, например, телевизор, микроволновая печь не будут считаться предметами быта и подлежат разделу. И любое другое имущество, приобретенное в процессе нахождения в браке. При этом, при обращении в суд, существует два варианта раздела совместно нажитого имущества. Первое – это если до суда вам с супругом удалось достичь соглашения о разделе имущества. В этом случае вы в письменной форме составляете список имущества, который отходит одному и второму супругу, и подаете его в суд. А суд просто его утверждает. Если же такого соглашения не удалось достичь, в судебном порядке суд делит имущество пополам. При этом существуют некие факторы, влияющие на то, как именно оно будет делиться. Например, все вещи, которые используются для обслуживания ребенка, отходят тому родителю, с которым ребенок будет оставлен жить после расторжения брака. Или все вещи, которые были подарены определенному лицу на момент нахождения в браке одним из супругов, останутся с тем лицом, которым они были подарены. То есть на договоры дарения раздел имущества не распространяется. При этом надо понимать, что на предметы роскоши, на любые ценные вещи, на вклады, на все это распространяется режим раздела имущества, и все это тоже будет поделено. Единственный способ это сделать так, чтобы другой супруг об этом не узнал. То есть суд делит только то, о чем ему известно. Если о каком-то вкладе, либо местонахождении ценной вещи неизвестно, суд не может ее разделить. Надо понимать, что те вещи, которые были приобретены до брака, они не входят в состав разделяемого имущества. За одним исключением. Чаще всего это недвижимость. Если в вещь вкладываются деньги, которые существенным образом изменяют ее свойства. Например, до брака был куплен одним из супругов дом, а во время брака другой супруг вложил в него столько денег, что он стал стоить в полтора раза больше. В этом случае, конечно, этот дом станет объектом раздела. То есть если улучшены свойства вещи за счет тех денег, которые супруг вложил в нее, она после этого подпадает под режим раздела имущества. Но за исключением всех этих особых случаев, в общем смысле, все доходы делятся поровну. Доходы, вещи, иное имущество. При этом нельзя рассчитывать на то, что суд учтет какие-то обстоятельства, которые позволят вам претендовать на долю большую, чем другой супруг, в силу того, что вы, допустим, больные или у вас низкооплачиваемая работа. Все это в суде на основании норм Семейного кодекса при разделе совместно нажитое имущество не учитывается. В 90% случаев нажитое имущество делится пополам. Следует особо отметить доходы от нематериальных активов при разделе имущества. Например, от патентов, от лицензии или от других объектов интеллектуальной собственности. Если у вас есть патент или лицензия, и вы получаете доход от ее использования, сам патент или лицензия не будет разделен. То есть он останется за вами, ну или за вашим супругом, если это было создано в процессе брака. А вот доходы, которые вы получаете от его использования, будут делиться пополам. От момента вынесения судебного решения и бессрочно. Кроме того, следует отметить режим распределения долгов, которые супруги получили в процессе нахождения в браке. Долги, которые один из супругов получил, тоже распределяются пропорционально. То есть если один из супругов взял кредит, и другой ходатайствует о том, чтобы он не платил кредит, поскольку он его не брал, то суд, скорее всего, все равно распределит доли по обязательствам по оплате кредита пропорционально. С вами был Евгений Корякин. Защищайте свои права эффективно. Продолжение следует...